Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. Всё ещё Польша, всё ещё католицизм. Я надеюсь разнести по всей планете. Sid Meier Civilization 6, Gathering Storm, последний уровень сложности. Огромная карта, я пытаюсь побеждать религию. Знаете, что я подумал? Нет, вы не знаете, что я подумал. Расскажу вам сейчас. В общем, важнее обратить, конечно же, вот эти цивилизации. То есть Швеция и Индия, они как бы рядом со мной находятся. И их надо будет в последнюю очередь. То есть сейчас, эта эпоха, во-первых, давайте глянем, что я тут могу принять. Героический век у Грузии, Грузии... У Конга, Грузии и Инков. Китай, вообще тёмный век. Может, сейчас его города будут отваливаться в мою сторону. Что мы возьмём? Для морских и находящихся на борту юнитов вот это мне надо брать теперь. Потому что это поможет моим... Моим апостолам быстрее добираться до того континента. Пульс паровой машины. Ну, производство... Давайте так. Доступ к особому поводу для войны мне вообще нафиг нужен. Потому что тут я и войну не хочу вообще никому объявлять, в принципе. И производить военные юниты не хочу. Так что я всё-таки возьму реформу денежного обращения, это точно. Тем более, что невозможно ограбить торговцев. Ну и здесь, конечно, у меня не так много компусов, но они будут давать производство. Да, к сожалению, на веру и на апостолов и миссионеров никаких бонусов нет. Но зато я смогу быстрее перемещать их по морю. Так, теперь нам надо убить этих вот апостолов Китая. Я даже, пожалуй, не буду сейчас этим нападать. Хочу тремя напасть, чтобы сразу как-то убивать их. Блин, может мне Инди теперь войну объявить? Что-то мне его, апостолы, не нравятся. Сейчас я подумаю. Так, используем. Все-таки против морских юнитов возьму. Может уже реально со Швецией мир заключить? То есть, ну, а что, у меня только один скаут тут бегает, я его... Да, давайте, наверное. Ага. Хочет 142 золота в ход. Окей. А Индия со Швецией не воюет. Ну, блин, ну тут так мало этого индусского этого. Тут Уанаку только... Ну, Уанаку он перехватил просто потому, что тут просто тупо мало других верований внутри было. Не знаю. Я бы, наверное, пожалуй, этих... По поводу этих апостолов не особо мучился. Давайте глянем еще раз. У меня 500 веры в ход. 240 у Грузии. 240 у Швеции. Ну, блин, у Индии даже меньше намного. Не знаю. Почему он этих всех апостолов с Фигали повел именно на вот этот город, на Уанаку? То есть, вместо того, чтобы шведа обращать. Странно. Так, Венецианка следующим ходом готова, Рурка следующим ходом готова. Какие у нас еще чудеса есть? И какие из них я хотел бы... Вообще, собор Василия Блаженного, конечно, было бы круто. Но он только рядом с центром города строится. Тундра только в Люблине, но... Он не будет на него работать. Ну, нет у меня тут... Мне все... А, слушайте, вот тут я бы поставил. Кстати, вот сюда можно Василия Блаженного. Но только надо убрать архитектурный этот. Так, у меня тут был... Ага, я строю археолога. Так, строю. Давайте еще в бытгоще куплю археологический. И следующим ходом, опять же, здесь можно будет купить... Так, значит, пока отводим сюда. Я здесь вот построю собор Василии. Ну, просто 100% к туризму от реликвии. Это прикольно, по-моему. Ну, правда, только в этом городе. А тут не такой большой туризм. Слушайте, ну, хорошо, а нафига мне он с другой стороны? Собора Василия Блаженного. В пределах шести клеток 100% лояльности навсегда. Так, Жебель Баркал точно нет. Биг Бен. Биг Бен. Вообще, вот это интересно. Я могу его только рядом с коммерческим районом, в котором построен банк, так? А, еще и река нужна. Ну, во-первых, я здесь могу его построить. Опять же, жалко пшеницу, правда. Так. Могу вот здесь или здесь построить, но жалко овец. Где коммерческий район с этого города? Вот он. Я тут рядом с рекой не контактирую. И тут тоже. Да, тут не... Жалко. Арсакхас. Ну, блин, 100% мирового влияния. И только рядом с рекой строится. И тут все обработано на реках. Какие-то странные все чудеса. Ну, и Великий Зимбабве. И с центром коммерции, и со скотом. Чтобы было соседство. Да, я вообще помню тут. Ну, вот тут было место, но я театралку поставил. Тут центр коммерции. Вот, скота нету, да? Центр коммерции. Да. Так, ускорили... Кстати, я внезапно на Нобелевской премии победил. Такие. Поэтому получил ускорение трех технологий. Вот это первое место, это означает, что вы не только вот это получаете. Вы получаете и за первое, и за второе, и за третье место. То есть, ускорение трех технологий. Накопление ресурсов в городах с лабораторией. Накопление ресурсов в городах с университетом. Я не знаю, что это значит. Честно говоря, наверное, тут увеличится предел, мне так кажется. Робототехнику и нанотехнологию. Кстати, это круто. Я роботами буду заваливать тех, кто не хочет мою веру принимать. Где робототехника-то? Нанотехнология, робототехника. Далековато. Так, стали варенья. Артефакта, кстати, добуду. Отлично. Пойдем так. Потом химия. Создать гавань. Проложить торговый путь. Вызвать озарение. И для капитализма. Так, мне 7 ходов. Сиань опять в свою веру перевести. Ну, слушайте, я уже лучше не смогу сделать нанимание апостолов. Поэтому, я думаю, что уже надо начинать. Ну, желательно, конечно, только в бытгоще это делать. Потому что здесь Ая София, это плюс к распространению. Поэтому давайте так. Видите, оно увеличивается на 5 веры. Каждый ход, по идее, из того, что вот сейчас у меня есть, например, если считаешь, что 200 очков веры апостолов, я бы мог 8... Это каких 80, что я говорю? 200. 2000. Это 10. 40 апостолов мог бы нанять. Но так как оно увеличивается, то... Сложно мне сейчас посчитать. Но я думаю, что в районе 25, скорее всего. Но понятно, что у меня каждый ход еще все равно 500 валит. Посмотрим. И вы сейчас увидите, как закончатся прокачки для апостолов. В определенный момент просто. Это, конечно... Странное ограничение в шестой циве. Но оно есть. Так, раз капер это я там ускоряю, мне 2 капера надо. Пускай автоматом бегает. Угольная. Ух ты, что-то тут уменьшается население. Не надо. Канализацию. Да, канализацию тут точно. Кстати, а какое правительство следующее мне было бы выгодно? Или мне оставить теократию? Есть у меня что-нибудь такое, чтобы как-то с верой соприкасалось? Ну, создание юнитов точно мне нафиг надо. Плюс 10% науки. Не, подождите. Вот это работает. Все юниты получают плюс 5 к боевой мощи. Устал сет войны нафиг. 0,6 производства. Ну, не знаю. У меня, несомненно... 0,5 единицы. Посмотрите, а что из этого работает? Нет, у меня тут точно работает 15% скидка на покупку, потому что... Так, мечеть стоила 190, а стеократии 160. Так, а тут я что открыл? Естественную историю. Да, в урбанизацию пошли. Мне надо два пригорода построить. Блин, ну шаш... Или я уже... Два капера это я делаю. Да, я уже построил... Я уже открыл то, что там требовал. Ну, все равно, у меня несколько мест есть, где я могу пригороды поставить. Хотя нормальные. Ну, как, не очень, потому что, видите, если тут нету веры, то, значит, тут престиж не особо высокий, на самом деле. Опять начинается. Хотя она уже началась. Прошлым ходом. Так. А что я тут этим... Делаю? Давайте, наверное, вот с этим парнем биться на кулачках. Еее. Минус индуизм. Плюс католицизм. Ну, вот тут вот еще сейчас прибегут и начнут меня... Дубасить. Самозначительная победа. У меня... О, плюс 10. Это религиозного союза. Это что-то новенькое, подождите. Это второй уровень религиозного союза такое дает? Плюс 10 к религиозной силе против религии игроков, не являющихся союзническими. Вау. Слушайте, так религиозный союз второго уровня. Очень даже неплохо. А третий интересно, что даст. Просто интересно. Религия, это понятно, это все ясно. 10. Так. Плюс одна вера за каждого вашего гражданина, исповедующую религию вашего союзника. А так как он исповедует мою религию, это не значит, что у меня будет просто дофига религии. Бонус к религиозному влиянию в городах, где нет последователей религии вашего союзника. Бонус к религиозному влиянию в городах, где... Ну, слушайте, я даже не знаю, как это работает, просто потому что у Вавилона нет вообще религии ее. Его. Возможно, она просто никак не работает тогда. Напоминаю, мне еще не так жалко терять моих апостолов, потому что у них всех мученики. Вот этот апостол умрет. Всех сокрушишь, всех. Кстати, а у кого ислам там был? Я что-то не обратил внимания. Новый конгресс. Всемирная... Ой, нет. За всемирную выставку. Торговые пути, проложенные к выбранному игроку. Ну, за кого могут... Блин, за кого-то могут проголосовать. Мне либо Китай, либо Конго, либо Вавилон, либо Инк. Давайте смотреть, у кого тут получше отношения. Инк. Блин, со всеми, кроме меня, хреновый. Конго. Со всеми, кроме меня, хреновый. Боже, со всеми воюет. Китай. Ну, вот за Китай могут проголосовать, мне кажется, Вавилон. Вавилон, давайте за Китай тогда голосовать. Хотя, что-то сомневаюсь, не знаю. Главное, чтобы против меня они проголосовали. Чтобы у меня отменили все торговые пути. Это будет маленькая попочка. Точка дипломатической победы. Я. Так, и тут... Шпионовый тип операции будет действовать на два уровня выше. Ну, давайте похитить ускорение. Смотрим, что пройдет. Так, рурка построена. Иницианский арсенал построен. Не отрезай губернатор. Как это нормально. Выбранного камня. То есть я дополнительный торговый путь. Тоже нормально. Два очка дипломатической победы Китай. И всемирная выставка работает. Что дает всемирная выставка? Пригороды с притяжем притягивающей плюс три пищи получают. Но все еще ничего не меняю. Значит, получение очков великих людей в ход. Вот в этом идее. Окей. Вполне могу выполнить, я думаю. Так, значит, у нас тут идея вот этого апостола мочкануть. Значит, так, атакуем. Так, атакуем. Блин, все равно не хватает пока. И еще шесть ходов. Но я думаю, мы сиань все-таки обратим. Мне так кажется. Есть у меня такое подозрение. Так, каперы построены. То есть я ускорил электричество. Блин, через военную науку. Ну, я просто... Если я сейчас артефакт открою, то я пойду в химию, конечно. Если я сейчас добуду артефакт, вот прямо сейчас. Так, тут я бы хотел этого шпиона... Блин, вот нету, чтобы у себя в городе его оставить. Ни одной прокачки. Ага, значит, артефакты еще не открываю. Значит, идем, да, по военной науке пока. Что у нас здесь? Распределять религию в два раза больше. Ну, фигня полная. Ну, этих мы начинаем отправлять уже сюда. Ой, блин, надо было сначала двинуться. Все время забываю об этом. Плюс 20 к религиозной силе в теологических баталиях. Давай. Блин, видите, я тут на одного апостола сейчас меньше возьму. Это плохо. Ну, потому что этот остался здесь стоять. А в других я не хочу брать, потому что Айя Софья в бытгоще. Венецианочка. Аквапарк. Влюбление. Канализацию, наверное, надо. Собор. Эйфелева башня. Кстати, у меня Эйфелева... Во, у меня Эйфелева башня нормально зайдет. Между прочим, вот здесь я поставлю Эйфелеву башню. Она где ставится? Необходимая среда, отлично. Надо не забыть, что вот здесь я хочу Эйфелеву башню. А присти, почему она мне сейчас зайдет? Потому что у меня пантеон на престиж дает веру. То есть у меня плюс просто вера начнет капать с клеток городов. Да, вот это хорошее чудо вовремя пришло. Так. Пригород. Мне нужны пригороды. И вот здесь я как раз скорее пригород поставлю, чем военный лагерь. Да. На плюс 6 жилья. В Легнице. Пригород. Еще на плюс 6. Блин, мне бы, конечно... Найти дамбы где. Потому что скоро будет уже затапливать. 41 ход, но... У меня постепенно раскочегаривается все. Так, нефть у меня только здесь. Давайте посмотрим. Где у нас еще может быть нефть? 22 штуки. Это все далеко, далеко. Тоже все далеко. Как вот странно он перебрасывает поезд. Конечно, чтобы вот рядом вот эти все показать. Нет, он носится по всей карте. Да, у меня, походу, только одна нефть. Да. Ну, неплохо, кстати. Я за... Зато могу ее сразу обработать. Бровая вышка. Где у нас... Рабочие? Ну, тут я куплю археолога. Давно хотел. Прикупить себе личного. Так, этот умрет? Да ладно. Выжил. В лодзе верфь. Канализация. Угольная. Ну, аквапарк я здесь не буду. Или подождите, или сделать. Аквапарк на 9 клеток работает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нет, он на лодзе работает. Вот, я бы аквапарк в каком-нибудь либо Познане, либо Легнице, либо в Люблине вообще сделал. Кстати, Люблин почему-то голодает у меня. Что же в лодзе тогда делать? Ну, пригород на четверочку. В гнезно-маяк. Я бы, кстати, из гнезно... Нет, тут мало денег будет. Я откуда-то хотел... Из Познани, по-моему, я хотел отправлять. Тут... Видите, я дострою священное место, и денежки потекут рекой. Так что тут мы купим торговца. О, еще одного можно. А из лодзи бегает у нас... Из Варшавы так точно дофига бегает. Из лодзи не бегает. Вау. Торговец в лодзи. Так. Урбани... Урбанизация. Урбанизация. И... Стоит ли мне спешить с классовой борьбой? Нет, я буду точно в теократии еще долго сидеть. Туперы и болят я, правда, не ускорил никак. Но мне... Так, мне точно еще послание какого первого никуда не хочется отправить? В нан-модел мне хочется, на самом деле. Да. Чуть побольше культуры иметь. 136. И вот теперь меняем... на учетные банки. Соседство промышленной зоны, соседство священного места. Хотелось бы, конечно, посмотреть, поставить карточку плюс 50% веры. Но у меня даже не... Нет, только один город больше 15 населения. А, нет, еще в Ротсов. Ну, вообще, наверное, имеет смысл попробовать карточку. А что у меня со счастьем? Да, слушайте, я, наверное, в следующий раз, когда мы что-то следующее откроем, я попробую вот эту карточку... Где она, где она? Да, господи. Ну, вот, как рационализм, только на веру. А, стоп, так она у меня есть. Она у меня стоит, господи. Смотрю на нее. Ну, она, короче, уже нормально должна работать. Во Врослая она просто 50, плюс 50%. В Кракове следующим ходом будет плюс 100% от всех зданий. Пока 50%. 50%. И в бытгоще... Нет, в бытгоще только 50%. Ну, то есть, наверное, национализм я вряд ли буду в ближайшее время объявлять войну кому-то. Давайте посмотрим какие-то там карточки. Может, мне опера и балет покруче. Тут губернаторский титул, а тут двух послов дают. Нет, давайте национализм. Я хочу Амани взять. Последнего губера куда-нибудь определить. Слушайте, давайте я тут куплю... Ага, куплю рабочего, которого я не могу тут купить. Есть какие-нибудь... Кампус тут явно нигде. О, плюс 3. Слушайте, есть кампус. Вообще-то... Кампус тут можно сделать так. Что со священным местом? Везде по плюс 1. Ну, наверное, тут без священного места обойдемся. Промышленное тоже так себе. Не знаю, хочу подумаем потом по поводу этого дела. Тогда строим рабочего. Я тут, по-моему, какой-то рабочий даже плыл сюда. Русская долина устаревшее чудо света. Авиация и электричество ускорены. Ну да, все верно. А тут стоим, ждем. Когда мы сможем тут строить Ух ты, там Апостол Конга, если вы заметили, убил Апостола Доосизма. Так. А он в священном месте стоит? Подождите, а почему тут у него плюс 15 от священного места? Он же не в священном месте находится. То есть, плюс 15 город прямо дает, если Еще минус. Блин, мне, слушайте, мне, походу, надо еще сюда Апостолов и Синьзаками тогда Сиань обращать, если я тут сейчас всех Апостолов потеряю. Блин, я, походу, не успеваю сделать это. Ну, потому что тут проход просто через жопу сделан. Видимо, надо тут как-то делать Апостола, вести вот так, не знаю. Блин. Ну, приходится в этом городе Слушайте, а почему тут все равно Ая Софья, шо ли, во всех городах дает? Плюс к распространению Да, видимо, да. Ну, тогда мы везде покупаем Апостолов. Каждый ход. Так. Ух ты, 42 денег в квиллу. Вообще охренеть. Так, добываем артефакт. А здесь тоже добываем артефакт. Вот как раз достроится аквапарк, и можно будет бахать эйфельку. Мимо чуда три больше распространяет. Так, опять Апостол, Апостол. Ну, мы везде, значит, берем Апостол, Апостол. Ой, у меня следующим ходом сколько микроменеджмента предстоит. А, где еще не сделали в Варшаве. Да, вообще, у меня следующие хода, просто сплошной микроменеджмент будет. Так, в Познане надо покупать святилище, храм, мечеть, и Апостолов. Так, ну, все. Где, где можно было, там везде купить. В Плоцке. А, в Плоцке тоже. Че это я? Вот так было сколько? Девять тысяч. Осталось три тысячи. И сейчас все эти Апостолы поплывут на другой континент. В Кракове археолог. Канализация и пригород. Давайте с канализации начнем, а следующую пригород сделаем. Артефакт. Артефакт. прокачан на побег и нейтрализацию губернатора в Тбилиси. А я еще не могу шпионов построить? Нет, пока нет. У меня там сидят у меня в этом столице вавилонский шпион и гальский шпион. Нет, вавилонский это египетский. Фига себе ко мне тут поотправляли. О! Кто умрет? мне больше нравится, что еще и католицизму это добавляет. А они-то, конечно, наверное, завалят моего этого апостола, но я уже, по-моему, двух у него здесь завалил. Во-первых, во-вторых, когда они завалят моего, я получу реликвию? Не, кампус я не хочу нигде. Биржа, потом оружейная. Пригород. Давайте, наверное, даже сюда, потому что, видите, будет на несколько районов взаимодействовать. И, кстати, в Быдгоще я бы тоже пригород вот сюда определил после биржи. Давайте вот эту поменяем и сюда пригород. В каждом городе по пригороду сделаю. так, смотрим. Нет, наверное, все-таки на китайский меня больше интересует. Не, не атаковал. Просто отходит. А индус не убил. Не убил индус моего апостола. Там апостол мощный. Католик, толик, толик, у меня все апостолы, толики, католики. Надеюсь, если меня смотрят толики и католики, это не оскорбляет вас. первый город, ну это, наверное, да, первый город в моей стране, а не в мире. Потому что первый город в мире это стопудово какой-нибудь конголесский. У них там как раз уникальный район. капитализм. Охрана природы. Так. Морской порт, гидроэлектростанцию можно строить. Ну в общем, морской порт и гидроэлектростанцию на самом деле бы стоило построить. Так, ну я тут постою, хай он валит. Давайте вот так даже встану, чтобы он прям хотел. Или может сам проатаковать, кстати. не, тогда он не будет ход тратить. Зачем? Чем ему помогать? Не будем. Так, здесь у нас отлично. Ух ты, сянь. Слушайте, сянь. Так. Подождите. блин. Я думал, тут не будет стоять, я бы зашел сюда и религию разнес. А он сейчас убьет следующим ходом и соответственно вообще 7-7. так-то. Такая фигня. Какую фигню тут сейчас дают апостолам? Ну вот, зачем? Я знаю, так и обратиться в союзника всех соседних воров. Это точно не работает и дополнительное лечение юнитом точно не работает. То есть мне приходит только это брать и все, торговец индульгенциями. Такой выбор офигительный просто. Абсолютно одинаковые повышения у всех. Потому что те повышения кончились. так, это будет собирать этот. Тогда сюда отправляем. А этот ускоряет эйфельку. Абсолютно один... А вот еще капеллан-то... Ну да. Лечение все то же самое. Абсолютно одинаковые прокачки для всех апостолов. Кайф. Шо же выбрать? Ну там нет ничего хорошего, конечно. Абсолютно одинаковые все прокачки. Ну это прям какой-то смех на дроте. Продолжение следует... Да, очень интересно. Сплошные торговцы. Но вы же понимаете, что мне не такие нужны прокачки для того, чтобы был шанс те цивилизации обратить. Так, сейчас меня деньгами завалит. Так, ну тут я постою. Я, конечно, не буду атаковать. Опять же, чтобы он ход тратил на атаку, а не я. Восемь. Видите, проходит мимо чуда. Получает больше прокачки. Сюда плывем. Все то же самое. Все то же самое. Ой, это я зря тут встал. Тут нам надо еще будет нанимать апостолов. Я хочу уходить с... со священных мест, чтобы не мешалось. Так, пригород готов. Не хочу Биг Бен тут. Я в Сокхас тут не хочу. Подбержу. И дальше... Двигатель ВС. Тоже быстрее будут двигаться апостолы по воде. Потом, наверное, химию. Пригород построен. Морской порт. Ну, твари. Из Кракова пингалу выкинул кто-то из этих двоих. Скорее всего, египетский. Шпион. Выполнили задания Самарканда. И кто-то Таджмахал построил. Так, один заряд у этого шпиона. Давайте я, пожалуй, вот тут пшеницу уберу. И после постройки рабочего начну тут строить кампус. След апостола. Реликвия. Так, еще должны... Должен еще Китай мне убить. Апостола, по идее. Нет. Прикол. Странно. Так, давайте на реликвии посмотрим. Еще как минимум три влазят. Так, ну что-то. Прямо он мне дает все-таки Сиане обратить, получается. Я смогу сюда встать? Отлично. А че? А че так? Так. Нет, почему он дал встать? Я понимаю, потому что река, если через реку, то зона контроля не действует, я не понимаю, почему он не убил апостолов вот этого, который тут стоял, например. У него два, три. Три полных апостола. Не знаю, он даже вообще сможет перебить? Ну, вообще, восемь-шесть, наверное, сможет на свой ход. Но у меня еще будут хода. Так, семь-три-четыре-три. Я бы, наверное, сюда распространял, потому что тут еще, ну, тут 13 жителей, а религия, считайте, только, ну, и три атеиста. Так, давайте нейтрализовать губернатора. Даже не надо искать источники, потому что 90... Больше 90% все равно не может быть. Так, ускоряем. Эйфелевка два хода. Красивая будет эйфелевка такая. Ну, высокая, железная. О, тут у нас еще крабиков можно пообрабатывать. Так, тут у нас артефакт. И тут у нас артефакт. Блин, у нас либо Конго, либо Польша артефакт. Вавровских даже не будет, кстати. Блин, тут все-таки на священное место встал. Надо тут опять закупаться апостолами. Ужас, конечно. Вот это сейчас нашествие католиков будет. Какой у них континент вообще? Нашествие католиков на Пангею Ультиму. Что, они все на одном континенте Пангея Ультима? Фу, как скучно. Все на одном континенте. А можно мне не ходить каждый ход всеми апостолами? Это возможно? Да, вы прикалываетесь. Слушайте, ну почему? Почему опять я хожу... Я же их вроде направлял. Ну, конечно, мы Грузию тут... В первую очередь православие. Католицизм против православия. Это понятная битва, но... Смущает меня вообще это все. Ну, смущает, что вообще получится. Так, деньги... К виллу. Да и производство, в общем-то, туда же. Так, тут пригород завершили. Это у нас Варшава. Ну, гавань тут точно нет. Я вот думаю, аквапарк, например. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да, наверное, этот аквапарк до Варшавы не дотягивается. А этот аквапарк сможет... Вот на эти города работать, да? Мне кажется, я бессмысленно лян прокачал в бытгоще. Вот если за всю игру Келеманджаро так и не лупанет... Это я на четверке играю уже, да? Я же четверку ставил вначале. Еще один. Ну, тут, конечно, не выполнилось, да, пока? Слушайте, интересно, а вот почему соревнование длится... Типа, одиннадцать ходов? А у меня тут два из одиннадцати написано. Так, череп... Я аж два, по-моему, получил, да? Класс. Ну, тут у меня совсем были убиты эти апостолы? Но... Да, и он вернулся, видите? Так, может, мне тогда отвезти пока этого апостола? Вот этого я уже не хочу терять, чтобы, ну... А этих он не сможет убить. Давайте попробуем. Отведу, поставлю в священное место, хай там лечится. Переверот в Кракове. Так, а вот что теперь? Шпиона можно. Вот, наконец-то, шпиона. Эрмитаж. Блин, почему только на этих клетках в этом городе что-либо ставится? Не пойму. Ладно, давайте тогда рабочего. Нам надо нефть обработать. Где у нас... Что, покопаться вообще где? Ну что, вот тут? Только. Что так далеко? Три-три. 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 Еще дольше. Ладно. Так что, и этому тоже негде? Не, а это вон есть что-то. Недалеко. Недалеко. Недалече. Ну, наконец-то, новое что-то. Плюс 20 к религиозной силе в теологических баталиях. Оратор. Вот, религиозный агитатор. Кстати, вот эти иконки, то что они сверху поставили, это очень важно. Вот мне надо... Вот этот религиозный агитатор, он должен первый врываться в Грузию. Как бы выпивать все винище, и народ такой, вау. Он снижает сначала, вот он идет по городам, снижает, а вот эти уже за ним обращают все вокруг, понимаете? Идею. Всю глубину наших глубин. Так, освобождай тут место. Всех варваров, конечно, это просто настолько бесполезная прокачка в этой партии. У меня не открылись сейхи. Мне нужно теха, чтобы меня не затапливало. Пригород. Тоже уже все застроено, конечно. Ну, вот эту клетку точно можно передать, потому что не обрабатывается этим городом. Да, дождите. Надо, кстати, посмотреть, какие клетки, какой город обрабатывает. Многие могут быть четвертого... Ну, вот, смотрите. Краков, например, вот эту клетку тоже не может обработать. Пускай у этого города будет. Дальше смотрим. Раз, два, три. Нет, тут все нормально. Варшава, Краков. Раз, два, три, четыре. Видите? Вот эту плотку можно передать, несомненно. Дальше. Краков. Раз, два, три, четыре. Да? Быдгощую. Так. Ну, тут никак не повлияет. Все остальное норм вроде. Ну, можно вот эту клетку гнезно передать. Просто потому что ее, скорее всего, в родствах даже не используют. Нет, смотрите. Используют. А почему? А почему не краба? Раз, два, три, четыре. Потому что это четыре. Три. А вот для гнезно это три. И, кстати, мы делаем так и так. Отлично. Так, теперь что мы все-таки в Плоцке строим? Порт. Пригород я уже сделал. О, время кампуса, наконец-то. До десяти жителей выросло. Дождался город. Я, наверное, в охрану природы пойду. Потому что три посла. Тут два посла тоже. Хоть я и художественный музей не буду нигде делать пока. Кроме того, я думаю, что мне надо корпуса посоздавать. Так. Так. Где-то поближе еще могут быть. Тут. Так. Ну и в следующем ходу я корпус создам. Ускорится. Это все нафиг надо. Так, ну я бы, кстати, больше не хотел бы пока постовов терять. Потому что у меня уже некуда реликвий пихать. Разве никогда мне так много реликвий не было, кстати. Плавание апостолов, конечно. Веселое. Веселые заплывы. Экран покажет наш. Веселые апостолы. В журнале. Леша наш. Та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. Ну-ка посмотрим, сколько. Было 525. Вы, наверное, не заметили, но вы видите, было 525, стало 571. То есть, куча клеток, просто добавилась религия на клетке, потому что она стала потрясающего престижа благодаря Эйфеле. Молодец, Эйфель. И ускорили мобилизацию. Норвегия с Германией начала там воевать. Вообще не возражаю. Так, что у нас здесь? Продолжаем обращать. Слушайте, мне, наверное, надо еще... Я понял, что такое значит 2 из 11. Это сколько ходов я должен... Сколько, грубо говоря, через 2 хода я бы просто не смог бы столько ходов делать его католическим. Сиань, я имею в виду. Поэтому мне надо туда еще, видимо, апостолов подбросить в топочку. Этого хай лечится. Эти продолжают. 10. 11. Отлично. Ну, останется по одному заряду, я просто буду стоять. А сейчас еще подъедут апостолы. Оружейная... Так, тут гидроэлектростанция, конечно же. Давайте, наверное, рыбок обработаем. Так. Тут я могу назначить Амани, наконец-то. Познань, Плотск или Легница. Легница 10. И какой тут? 17 жиля дофига. В Познане 13. А в Плотске... 8. Давайте, наверное, в Познань все-таки. Так, Аппингало следующим ходом вернется, да? Блин, мимо чуда. А тут есть где-нибудь чудо? Недалеко. Он где-то тут... Ну, тут внизу где-то только, в Везувий. Блин, давайте вообще поищем. Чудо природы. Может, все-таки где-то на побережье тут... И вообще, все ли я нашел? Давайте считать. Раз, Торрес Дель Пайна. Два, Эй, Афь, Ядлая Кудаль. Три, Везувий. Четыре... Ага, вот, бухта Холонг. Четыре. Килиманджаро. Пять. Пять. Я думаю, где-то еще должно быть чудо. Так, этот у нас, пройдя... Да, вот его надо к бухте Холонг сводить. О, с утройной силой. Вот этот тоже крутой. Вот это важный у меня. Вот этот апостол важный. И вот этот важный. Вот эти два апостола, как-нибудь можно было бы их пометить. Хотя не рассматривать их иконки мелкие. Я был бы так счастлив. Двигаемся дальше. Боже, грузины даже не представляют, что их ждет. Просто... Просто будет... Карнавал. Смейся. На карнавале. Нет, давайте вести себя, как будто мы католики реальные. Ну, а что, католики себя так не ведут, что ли? Нормально тоже. Что, бразильцы не католики на карнавале? Конечно, католики. Так, строитель этот у нас на нефть идет. Все исследовали тут. Ну, плавай пока на автомате. Эйфелева башня. Давайте морской порт, потом колесо обозрения. В Познане. Я хочу деньги сохранить на покупку лап. А, так я их уже открыл. А, нет. Не понял, какого хрена переключилась на авиацию. Ой, блин. Как всегда. Так, Познань. Кампус, священное место, гавань. Промышленная зона где-нибудь нормальная может быть? Только на плюс один, да? Ну, акведук здесь, например, это будет... Плюс три. Ну, мне жалко вот это убирать. Хорошо, театралочка. Тоже так себе. Ну, морской порт давайте. Вообще, это фиговый. Познан, все-таки какой-то фиговый город у меня получился. Так, а тут я пригород ставил? Ставил. Тут пригород есть. Канализация, мне кажется, тут нафиг не нужна. Чудеса все тоже нафиг не нужны. Шпионов тут нет. Давайте тогда посмотрим что-нибудь на великих людей. О, вот этот торговец, кстати, ничего такой. Блин, еще я от инженера странного получу. Я даже не знаю, нету... Не знаю, может... Может ускорить тогда этого? Статую свободы? Так, ну тут я на инвестиции в центр коммерции. Блин, у меня все артефакты либо ядвиги, либо конга. Так, смотрим на китайца тут. Ничего не делает апостолами. Я бы называлась шерудивым псом, но не хочу оскорблять собак. Вот так вот вы грузины разговариваете, да? Ясно. Очень приятно. Я думал, Грузии прикольные. А вы вот так вот, значит. Угу. Так, покупаем... Лабы. Раз. О, тут... А, я только тут закончил. Ну, я был, кстати, лучше здесь библиотеку и универ. Так, и давайте дальше посмотрим. Так, вот здесь что-то уже и лабу купим. И тут лабу. И где-то мне еще можно будет купить лабу, по-моему, да. В лодзи. А вот теперь я хочу посмотреть, как я по науке. Ну, отстаю от Конга все равно. По науке. Но я второй. Как ни странно. Охренеть, конечно. Так, он вообще что-то с сянью делает в плане обращения? Нет. Давайте я, может, одним пока только... Вот так сделаю. Ну, мне кажется, я тут удержусь, Аня. Я не вижу, как он может его обратить. Тут по одной клеточке, чтобы, если встречу апостола чужого, апнуться. О, с утроенной силой. Диадун. О, диадун даже отваливается. Наверное, в пользу... В пользу Конга. Да, у Конга же в героическом веке, а китаец в темном. А почему Чинша ко мне не отваливается тогда? Вопросительный знак. Диадун и нету... Губера. В Чинше есть. Хорошо, тогда Шань-Янь почему не отвалится. Ну, потому что Шань-Янь немножко в глубине и на него столица влияет хорошо. Ладно, ладно, объяснили все. Не имею больше вопросов. Так. Тут, смотрите, он ворует денежки у меня. Я думаю, что лучше всего посадить... А можно в Акведуке его использовать? Да, можно. Все соседние районы будут защищены. То есть, коммерческий район, производственная площадь и центр города. Вот это важно. Поэтому здесь мы используем. Так, шпионов больше я делать не могу. Ну, давайте... Тоже инвестиции в центр коммерции. Кстати, а что в Смирной выставке? Просто очков великих людей в ход. Да, нормально. Вполне можем выполнить. А что я получу? Одно очко дипломатической победы, сто очков великих людей, пятьдесят единиц мирового влияния, ускорение двух социальных институтов. Слушайте, а почему я так мало? А, за выбросы СО2. Видите, у меня минус тринадцать, выбросы СО2. Через пятнадцать ходов начнет все затапливать. Блин. Ладно. И ускорение одного социального института. Да, этот я... Еще больше, мне кажется, шанс выиграть. Там посложнее было, например. Да, господи, почему сбрасывается переход многих апостолов? Или они уже, типа, доплыли? Давайте вот тут высадимся. Блин, как бы мне только Грузия войну не объявила, вот это меня больше всего волнует. Мне тогда всем моим апостолам капсдесс. А почему она меня не любит, интересно? Претензии от других игроков к нам? Фига себе, это из-за... Ну, это не честно. Отсутствие стен у вашей... Ну, это, кстати... А я же стали варенье разве не открыл еще? Я же стали варенье открыл. То есть это не считается стенами? Дружба с врагом. Первое впечатление о нас. Дружеская встреча. Ну, не знаю. Не хочу распространять. Я хочу, чтобы этого апостола атаковали, потому что у него плюс 20 к силе. Я, пожалуй, просто постою. Два заряда еще есть, но я не хочу их тратить. Тут я в кампусе все купил. 18 жилья в городе. Пригород построен. Не знаю. В этом городе я статую свободы не хочу строить. Канализацию давайте для ускорения демократии. Мне в четырех городах нужна канализация, чтобы ускорить демократию. Так, лабораторию следующим ходом тут куплю. Это морской порт. А вот и последнее чудо. Большой барьерный риф. И где это? О, вот здесь. Так, все артефакты возможные выкопаны. И что у нас получается? Конго, Польша, Конго. Польша, Конго, Польша, да. Ничего не сделать. Переведу в другое место. Просто окей. Я не дал похитить средства. Так, ну и каков шанс, что Грузия таким не объявит войну? Если я начну ее религию убирать, вы ходите на землю с твоими глазами превратившись в небо. Потому что там ты был. И там ты будет долго. Так, вот у этого инженера дают. Но его надо использовать, когда у вас много денег. Вот в чем дело. Блин, 780. Не хватает немножко лабу купить. Я реально второй все равно по науке, блин. И сколько я от религии имею? 81 науку. Да, без религии было бы совсем грустно. Кстати, я и по культуре. Ну, слушайте, вот Конго тут прям доминирует. Ага, вот тут у нас... Так, а у нас распространяется с утроенной силой в городах других цивилизаций. Ну, вот этого... Вот этого надо вести, конечно, чтобы его не убили. То есть, этим не воевать, апостолам. Эх, блин, не атакует. Ну, 12-2. Тяжеловато будет перебивать, даже если он меня убьет, например, там двух апостолов за ход. Даже не знаю. Хочу просто вот этого великого человека забрать. Элену Рубинштейн. В космос... В космопорт никто не вышел еще. Конго вышло. Вавилон вышел. Ну, кстати... Все равно у меня нету ощущения, что это быстро, потому что у меня тупо следующая теха ракета строя. Я могу сам выйти через три хода. Это как бы на божестве... Ну, что-то... И недалеко я, получается. Давайте алюминий. Мы, если что, будем кого-нибудь захватить. Но вообще, на самом деле, я хочу в ядерку выйти и ядером покидать. А, нет. Давайте лучше централизацию сначала. Извините. Плюс одна пища за соседнюю ферму и пастбище плюс одно производство получает. Это круто. Так. При строительстве чудо дает количество производства не превышающую половину вашей текущей казны. Затем уменьшает количество вашего золота на сумму в два раза больше, чем приобретенное производство. То есть, грубо говоря, за все деньги можно какое-то чудо построить. Вот статуя свободы, например, 620. То есть, если у меня будет 1240 денег, я просто смогу за один ход бахнуть. А из тех, что тут есть, я бы только статую свободы хотел. Где я его могу поставить? Ага, вот здесь. Значит, сюда надо этого перебрасывать. И пока... Там и так колесо обозрения стояло в очереди. Канализация завершена. Пригород тут не нужен. Да тут, в принципе, уже больше ничего и не нужно. Давайте исследовательские гранты тогда. не, в квиллу там разница в две монеты, а производство больше в квиллу. Так что, продолжим. Так, а этот что делает? блин, проходя. я потом проведу его, надо не забыть про него. Только. О, я могу уже атаковать, да? Ну, давайте, возьмите, тут плюс 20. Все-таки. и пока не обращаю города. Я хочу высадить апостолов, иначе начнет очень быстро возбухать Грузия, как буханка. вообще какое-то за соседство да, бонус поддержки есть, посмотрите. Ну, вообще, я бы его убил тогда. ну, и 250 это уже один последователь, уже один последователь. класс. Значит, православие это Грузия, ислам это Германия, а, так вот только, а, еще протестантизм, блин, протестантизм, слушайте, а Норвегия, кстати, была лидером по количеству городов, хотя всего 9 протестантских, там кто-то, а кто? Давайте глянем, протестантизм, 9, православие 24, ну, похоже, ислам. Не, почему-то Германия ломанула в религию, это, кстати, странно, Германия вроде не религиозная цивилизация. Вот, я не уверен, стоит ли мне, реально не знаю, стоит ли мне, как бы, распылиться и на... Ну, знаете, почему мне хочется все-таки распылиться на Гала? Потому что у Гала нету своей религии, он не будет возмущаться. То есть, он такой, ну, окей, католицизм, это католицизм, господи. поэтому заглянем. Но опять я не буду пока распространять его религию, точнее, свою, пока не подъедут те апостолы, которые качественно это все убирают, а именно вот этот, 75% чужой религии, и... и... и вот этот в городах других с утроенной силой. Так, вот этого надо к Галам, видите, тут ходят чужие апостолы. Проблема только в том, что если Грузия мне объявит войну, она мне почикает ту его хучу просто апостолов. Я буду так плакать. Давайте диверсий на производстве. Так, я уже в нормальный век, если что, вышел, и похоже на то, что я радостно бегу в золотой. Даже. Так, у меня два апостола. Нету куда-нибудь мне их отправить? Нету. Зато сейчас я получу оперы и балеты, и вот у меня будет шесть апостолов в Ватикане. Интересно, добью я до тысячи веры вход. Интересно, а как-то влияет этот что я в болоте стою? Хотя будет значительная победа. да ладно, показывает, что атакует. Нечестно. Ладно, он отсюда уже не выйдет. этот апостол оттуда уже не выйдет. Апостолический гоп стоп, ребята. новый агент, большой барьерный риф открыли. При попытке похитить средства в городе Грагов был убит шпион из Гальской империи. Но там египетский был на плюс три. Или это все-таки Гальский был на третьем. Вот египетский тут сюда перебежал, я смотрю. Не понимаю, почему я вижу их шпионов. Дурмути отвалился в пользу инка. Да, я могу пингалу вернуть, кстати. Слушайте, может воспользоваться случаем и поменять может мне Магнусов Краков Давайте реально воспользуемся быстро случаем. Значит, Магнусов Краков Рейну Варшаву А пингалу во Вроцлав. Пингалу должен сидеть в самом большом городе. Так, кому-то походить можно. Ага, нефть. Еее, пластмассы. Еее, пластмассы. Я люблю пластмассы. Пингалу Так, и сейчас хочу смотреть на Грузию. Так, не убили никого мне китайцы. Нет, Вавилон, мы с тобой не хотим этим торговать. Надо сейчас, так сказать, проверить города цивилизации про торговлю. Так, ну, походу, Грузия ничего не сделала. Поплощение культурно-театральной площади наверное не буду. Не хочу вставить. Нет. послов в Ватикан. Еще плюс 30 веры вход. 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 Так, ну, вот этого мы добьем. Так, смотрим. Ну, уже кое-где два. Отлично. да. Ну, этого тоже прокачка дискуссия. Ладно. Мы где-то тут видели парня еще одного. так. Мы сюда пошли. Работаем. апостолы работают по апостолам. Конечно, вопрос, как мне лучше начинать чистить города. Очевидно, что самого большого. То есть, мне надо Тбилиси. Ну, и он, скорее всего, кстати, священный город. Так, следующим ходом мы этого парня в любом случае возьмем. Теперь я бы на науку. Либо на культуру. Ну, в Кракове просто нету кампуса. Поэтому особо бессмысленно его там здесь лабу надо купить. Значит, мне 1200, я говорил, надо, да, чтобы построить сразу. А, подождите, половину. Он половину от денег. На самом деле... ну да, 1200, там же 600 с чем-то производства. какое тут интересно стихийное бедствие было. Наверное, лес горел. Больше у меня вариантов нету. Так, этот 100 золота. Сейчас подумаю. Вот этого нам надо с утроенной силой сюда в Диао Дум. Так, вот тут он пытался убить моего апостола. Происходила попытка убийства. Представляете? Весь масштаб. да ладно, не добивает. Блин, чуть не добивает этого апостола завалить. Ну, все равно сянь 12-2 и осталось 6 ходов. так что скорее всего я получу, извините, я получу влияние религии целей на ближайшие города резко усиливается. Это для то есть это очень важно мне на самом деле для победы. Вот только вопрос религии влияния городов не, влияние религии целей на ближайшие города это имеется ввиду вообще из всех городов. Если из всех, то есть вот например Тбилиси будет обращать мою религию и он будет сильно усиливать влияние тогда вообще офигеть. Пожалуй сюда пойду. так, какие-нибудь клетки интересные для обработки вот этот лес я думаю да, да, вот этот микроменеджмент апостолов это это трындец во многом слишком много юнитов слишком блин у меня уже опять 4000 накопилось веры «Семь» 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 Один юнит за сколько? За тысячу человек считать? Тридцать тысяч ксенусов. О, можно этого атакануть? Давайте. А, нет, нельзя. Просто подойти. Ладно. Я тут забраться смогу? Смогу. Тогда пропущу ход. Надо открывать города. Чтобы понимать. Я бы, честно говоря, Грузию и Египет первым делом обращал. Потом оттуда сверху вниз шел. Меня единственное, опять же, повторю, беспокоит только возможность того, что мне войну объявит. Давайте диверсию, наверное, на производстве. Военную академию. Наверное, наверное, канализацию стоит. По-моему, я еще не ускорил. А, нет, это демократию надо смотреть. Да, демократия не ускорена. Значит, еще... Ну, хотя, с другой стороны, тут 17 из 25. Да фига тут канализация? Мне кажется, тут у меня есть какие-нибудь города. Вот, например. Я бы лучше здесь канализацию сделал. 10 из 15. Давайте что-нибудь другое. Ну, аэродромы... Не знаю. Я, наверное, ядерки буду с подводных лодок кидать. И еще без понятия в кого. Я бы аэродромы не строил. Да, бипланы. Ну, вообще... Вообще, вот тут у меня есть свободное место. Наверное, тут я построю аэродром. Но это, опять же, не в этом городе. Ладно, что у нас? Ученого я тут не могу. Торговца не могу. Инженер нам этот не нужен. Тогда... Проекты в театральной площади. Тут... Исследовательские гранты. Морской порт готов. Ну, опять же, вот этой мне ничего не надо, да? Давайте, например, каперы тогда построю. Потому что это будущие подводные... А, я могу даже подводные лодки уже строить. Блин. Блин, потому что у меня не так много нефти, на самом деле. Я сейчас построю нефть. Построю одну подводную лодку. Это уже сразу две будет. И она будет потреблять... Приличная нефть. Так, я тут ничего не меняю. И недостаток... О, недостаток жилья во Вроцлаве. Кстати, я бы лучше вот здесь канализацию тоже. Давайте так пока сделаем. Тут вообще конкретно недостаток жилья. Ну, тут потому что нету губернатора. Даже когда он сядет... Это будет плюс четыре, по-моему, жилья. И вообще плюс три даже. Плюс три жилья всего лишь. Ну и нафиг нам такое. К счастью. Так что канализация пускай будет. Так, я наверно... Стоп, а это у меня вообще куда шел? Шел, бежал. Болония все еще хочет обращения? Да, обратить свою веру. И у меня тут три посла. Ну, вообще... Вообще я обращу ее. Давайте пойдем. Не знаю, куда у меня этот апостол ехал, честно говоря. Так, и я бы поднакупил еще апостолов опять. Или в легнице лучше. Пока остановимся на этом. Ну и, собственно, серию я на этом закончу. Пока вроде... Так, вон я норверству начинаю нравиться. Может быть улучшится отношение. Ага, и вот грузин уже начинает моих апостолов тоже мочить. Но, мне кажется, она не ожидала такого нашествия. В любом случае, на этом серия заканчивается. Спасибо, что смотрите. Спонсоры продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры. Обращайтесь в католицизм. Шучу. Верьте во что хотите, на самом деле. И вот, кстати, опять же, почему в шестой циве нету свободы веры? Ладно. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok